Всем привет! Вы на канале Russian Riders и это обучалка развороту с опорами. Я разделяю этот элемент на три варианта. Один из них переброс, так вариант переброса, второй разворот вокруг ноги, вариант разворот вокруг ноги, и третий полукругом, и полукруглый разворот. Разворот с опорой состоит из трех составляющих, которые делаются все в едином целом. Это подъем мотоцикла, вращение его и опускание мотоцикла. Для того, чтобы в совершенстве им овладеть, вам нужно сначала обучиться трем подводящим упражнениям. То есть разбить его на три части. Сначала уверенно научиться поднимать мотоцикл, обязательно используя импульс с цеплением, потому что с газом мотоцикл будет ехать вперед, и это не нужно. Далее, контролировать мотоцикл в положении баланса с задним тормозом, когда мотоцикл переходит в точку баланса, вовремя опустить его. И задавать ему вращение с помощью корпуса, постановки взгляда и положения рук. Теперь давайте разберем, как же делается сам разворот с опорой. Правая нога носком цепляет задний тормоз. На левую ногу осуществляется опора. То есть все вращение мотоцикла у вас идет вокруг вашей ноги. Это должна быть прямая линия, вокруг которой мотоцикл просто разворачивается. Подъем нужно сделать максимально резким. В идеале опорная нога должна остаться на месте, либо сделать небольшой подшаг вперед. Чтобы начать разворот, необходимо задать мотоциклу наклон в сторону поворота. От величины наклона будет зависеть амплитуда разворота. Как правило, мотоцикл опускается сам. Если необходимо, можно слегка воспользоваться задним тормозом. Чаще необходимо тормозить при подъеме мотоцикла. Для резкого подъема необходимо сделать скользящее движение корпусом от бака к хвосту. Мотоцикл вышел в точку баланса. Контролируем задний тормоз и задаем вращение. Как видим, опорная нога разворачивается вокруг своей оси и не меняет положение. Отталкиваемся опорной ногой, чтобы перенести центр тяжести над мотоцикл. Давайте взглянем еще на несколько примеров. Обратите внимание, здесь я не слежу за положением головы. При обучении необходимо смотреть в сторону поворота. Когда вы в совершенстве овладеете этим элементом, можно будет смотреть куда угодно. Сейчас вот был пример разворота вокруг ноги. Сейчас покажу переброс. Он отличается тем, что вы выводите мотоцикл выше точки баланса и как бы забрасываете его задним колесом вперед. Таким образом он у вас разворачивается практически в воздухе даже, можно сказать. Но это если совсем его закинуть. Это очень резкий разворот. Разворот вокруг ноги самый менее энергозатратный и самый такой, в принципе, правильный. И потом покажу еще разворот полукругом. Он выполняется резко, но здесь бывает, что мотоцикл опускается немного в наклонной плоскости из-за того, что он очень быстро перебрасывается и почти не меняет положение оси своей. И из-за этого присутствует удар в руки. Как бы это немножечко может быть неправильно. И сейчас полукруглый разворот. Полукруглый разворот делается лишь с той разницей, что вы не опираетесь на ногу стоя, а сидите на сидении мотоцикла и ногой просто чуть-чуть контролируете себя, переставляя или введя ее по траве. Ну, как дополнительную такую опору. Разворот с опорой элемент, который обязателен, просто необходим, когда вы ездите в лесу, когда вы застряли между какими-то бревнами. Кроме как разворотом с опорой вы иначе просто не развернетесь. В то время как разворот со сносом колеса там просто не получится, потому что у вас колесо упирается в какие-либо препятствия. Делается он легко, а главное просто накат. Как правило, разворот с опорой, естественно, делается в левую сторону, чтобы правая нога контролировала тормоз. Но если возникает ситуация, когда развернуться можно только вправо, он делается аналогично. Но здесь важен более точный контроль сцеплением и контроль баланса, потому что тормозом вы здесь уже контролировать положение мотоцикла не можете. В следующий раз я постараюсь снять обучалку по разворотам на склонник, так называемым тики-такам. Или еще какие-нибудь другие. Пишите в комментарии, какие обучалки снять. И постарайтесь поддержать это видео репостом. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok